Библейский портал экзегет.ру представляет и изучаем тридцать первую главу с первого стиха. Услышав Иаков слова сынов Лавановых, которые говорили, Иаков завладел всем, что было у отца нашего, и из имени отца нашего составил все богатство сие. И увидел Иаков лицо Лавана, и вот оно не таково к нему, как было вчера и третьего дня. И сказал Господь Иакову, возвратись в землю отцов твоих и на родину твою, и я буду с тобою. Не послал Иаков и призвал Рахи и Лилю в поле к стаду мелкого скота своего, и сказал им, Я вижу лицо отца вашего, что оно ко мне не таково, как было вчера и третьего дня, но Бог отца моего был со мною. Вы сами знаете, что я всеми силами служил отцу вашему, а отец ваш обманывал меня и раз десять переменял награду мою, но Бог не попустил ему сделать мне зло. И далее Иаков предлагает Ли и Рахили женам своим уже покинуть дом Лавана. Мы помним, как он туда попал. Он пришел, бежал от гнева брата своего, Исава, у которого восхитил первородство, по небрежности самого Исава к первородству, который продал, как мы помним, ему за чечевичную похлебку. И здесь мы видим, что та история, как Лаван действительно обманул Иакова. Он ему прежде обещал Лию, но дал ему ночью в потемках, привел, обещал, вернее, Рахиль, да, в потемках приводит Лию, которая была слепая зрением. Наутро Иаков понимает, что обманут, и тут Лаван находит хитрые такие уловки, говорит, что у нас прежде нужно отдать старшую, потом младшую, потом, говорит, возьмешь и Рахиль. Он не хотел Лаван отпускать Иакова, всячески его удерживал, потому что видел, что с Иаковом Бог, что через него он получал все богатство, которое было у него, ибо, как сказано, Бог во всем благословлял Иакова. И как мы с вами прочитали здесь с первого стиха, что Иаков услышал сплетни сынов Лавановых, которые говорили, Иаков золотем сел, что было у отца нашего, имение отца нашего составило все богатство сие. Это, конечно, сплетни. Как в любой сплетни, есть всегда обман и преувеличение. Мы видели совсем обратное. Именно, как я уже сказал, что Лаван обогатился за счет того, что Бог во всем благословлял Иакова. И вот он видит, что лицо Лавана не такое, как, он говорит, было вчера и третьего дня. Действительно, по лицу человека можно увидеть, как говорят, что на лице написано, человеку трудно скрыть свое душевное, внутреннее, либо смятение, либо печаль, либо радость. И вот святитель Анзотоуст по этому поводу пишет следующее. И увидел лицо Лавана от зависти к неблагодарности. Цитата. «Заместь, как зависть доводит их до неблагодарности, да и не только их, то есть сынов Лавановых, но и самого Лавана, увидев Иаков лицо Лавана, и вот оно не таково к нему, как было вчера и третьего дня. Слова сыновей встревожили дух Лавана и заставили забыть то, что он прежде сказал в беседе с ним. Господь благословил меня с приходом твоим». Действительно, так он и говорил. И далее святитель Анзотоуст продолжает. «Человек, благодаривший Господа за то, что с приходом праведник он благоволил умножить его богатство, теперь, переименив под влиянием детей свои мысли, воспламенился с завистью и, видя праведником в великом изобилии, не хотел более обращаться с ним по-прежнему». Конец цитаты. Действительно, и в нашей современной жизни мы можем видеть нечто подобные ситуации. «Был человек, даже родственник, даже и сын, ничего у него не было. И вот Господь благословил, появился там какой-то домик, появилась и машина, и дачный участок. Не сразу люди, которые вокруг, и даже ближайшие родственники, начинается какая-то зависть. Этот человек не понимает, а к нему начинают все относиться, как будто он им должен. Ситуации сплошь и рядом. Их можно посмотреть на свою жизнь, действительно увидеть». Так и здесь, пока Лаван действительно получал все богатство и пока не слышал от сыновей своих эти сплетни и доносы, которые они доносили до своего отца, то он во всем, как сказано, признавал, что Господь благословил меня с приходом твоим. Ну вот, клевета, искаженная донос, он привел к тому, что Лаван теперь обозлился, и зависть в нем возросла. Видя это, Иаков уже не просто человек, не просто человек холостой, он человек семейный. Он понимает, что всей его семьи угрожает, назревает какой-то конфликт, поэтому он, как мудрый человек, помня то, как поступал Авраам, да, его дед, он помнит об этом, что когда было, помните, когда разругались пастухи Лотовы и пастухи Авраамовы, то тогда Авраам рассудил правильно и сказал, зачем нам враждовать, потому что мы родственники. Лаван тоже был родственник, и они разделились. И, как сказано, лучше порознь с родственниками, нежели вместе, лучше порознь разойтись в мире, нежели жить вместе и всегда враждовать. Лучше жить порознь, но помогать друг другу, заботиться друг о друге, если нет такой возможности, как и здесь. Мы видим, ее не было, как и с Авраамом, и с Лотом этого не было. Но зато они потом жили в мире, и мы помним, как и Авраам помогал Лоту, и избавлял его от беды, и избавлял его из плена, в который он попадает. И здесь Лаван говорит, что давайте, и отец ваш обманывал меня, да, он говорит, сколько уже можно это терпеть, нужно уже и терпение, действительно, у Иакова здесь, оно долго терпение, в десять раз уже, это несколько раз прошло, и он заботится теперь о своей семье, когда сказал он, что скот с крапивом будет тебе в награду, мы помним, то скот весь родился с крапинами, а когда он сказал, пестрый будет тебе в награду, то скот весь родился пестрый. И отнял Бог скот у отца вашего, это он продолжает говорить, Ли и Рахи, и дал мне. Однажды в такое время, когда скот зачинал, я взглянул и увидел во сне, и вот козлы, поднявшись на скот, пестрые с крапинами и пятнами, ангел Божий, 11 стих интересен, ангел Божий сказал мне во сне, Иаков, я сказал, вот я, он сказал, возведи очи твои, посмотри, все козлы, поднявшись, скот пестрый с крапинами, ибо я вижу все, что лаван делает с тобою. Я Бог, явившийся тебе в Вифиле, где ты возил ель на памятник, и где дал мне обед, теперь встань, выйди из земли сей, и возвратись в землю родины твоей. То есть он говорит, что это уже не мое личное мнение, это не мое частное такое решение, делаю я то, что заповедал мне Бог. Он пересказывает видение, что ангел Господень явился, и как вестник Божий, ангел передал Иакову слова Божии, и напомнил то событие, которое мы с вами рассматривали, где Иаков возливает елей на камень, где ему явился Господь, где явилась лестница Божия, прообраз Пресвятой Богородицы, и прочие образы, которые мы видели в Священном Писании в предыдущих главах. Итак, теперь он обращается к Рахиле Илье, к своей семье. Рахиль и Илье сказали ему в ответ, «Есть ли еще нам доля и наследство в доме отца нашего? Не за чужих ли он нас почитает? Ибо он продал нас и съел даже серебро наше». Мы видим, что даже родные его дочери признают, что отец его настолько жадный, что даже, говорят, и съел все наследство, которое принадлежало бы и нам. То есть Лаван здесь прообраз дьявола. Он как тот самый Скрудж, персонаж, помните, из сказки Ганса Христиана Андерсона. Ему все мало, ему все надо больше. Такая-то алчность, такое сребролюбие. И он всячески видит, что, как уже было сказано, что все богатство, которое есть у него, оно по причине того, что Бог благословляет Иакова, но ему не достает. Он всячески удерживает Иакова, не потому, что его любит, а потому, как про образ дьявола сказано, что дьявол берет повод от заповеди и извращает ее. То есть дьявол не имеет своего бытия, поэтому он паразитирует на заповеди, он как бы эксплуатирует естественные человеческие, религиозные чувства, потому что человек создан по образу и подобию Божию. И он знает стремление человека к богатству, он знает стремление человека, дьявол, но к богатству истинному, к богатству Царствия Божия, но он делает подмену. Вот, например, сегодня есть целая индустрия, такая, которая началась в нашей стране, это называемая игромания. Мне вот совсем недавно позвонил один человек, говорит, Андрей Иванович, вот у вас есть центр реабилитации, я знаю, что вы занимаетесь сектантами, ну, есть и такая вот проблема, человек попал в игроманию, молодой человек, 24 года, может быть, как-то поговорите. То есть, это целая индустрия, когда у нас люди смотрят, например, такие программы, как «Поле чудес», и говорят, я одному человеку спрашиваю, взрослый, я же как-то об этом говорил, ты смотришь эту программу? Он говорит, да. Ну, а что, говорит, плохого, вот подарки раздают. И он просто привел такое вот, заставил поразмыслить, а как ты думаешь, кому это нужно, раздавать эти подарки на этом поле чудес, и хочется так продолжить, в какой стране. Да. И кому это надо? Ты вот сядешь, дом, я говорю, там, например, заработаешь, и будешь раздавать по тысяче рублей, тот, кто произнесет какое-то, там, ответит на какой-то вопрос твой. Он говорит, да нет, что я, дурачок, что ли? Я говорю, ну, вот правильно. То есть, это втягивание людей в игроманию, втягивание людей, что можно как-то так по-быстрому что-то такое срубить, ухватить. Но это естественное религиозное чувство, человек, который стремится к дару Божию. Действительно, благодать Божия может снизойти на человека по воле Божией. То есть, и такого множества чего. Эксплуатируется, например, естественное человеческое чувство, это семейные отношения, брачные узы. Дьявол эксплуатирует их, вводит человека в состояние блуда. И много-множества этих примеров. Так и здесь. Лаван — это прообраз дьявола. И он не хочет отпускать. И мы увидим в дальнейшем, что, как сказано, встал Иаков и посадил детей, своих жен, своих наверблюдов, взял с собой весь скот. То есть, он уходит от Лавана. И как Лаван пошел стричь скот, свой Турахиль подхитил, а здесь проидолов, мы сейчас еще скажем, которые были у отца. Иаков же похитил сердце у Лавана, армянина, потому что не известил его, что удаляется. И пошел со всем, что у него было, и встал, перешел реку. Но вот Лаван гонится. То есть, дьявол тоже всегда гонится за праведником. Пока человек живет по страстям и стихиям этого мира, это такой прообраз, очень такой интересный и важный, когда человек живет по страстям этого мира или в какой-то среде, то дьявол, в общем-то, если человек смирился со своим грехом, он как-то так, ну и все налажено. Пусть, если вы читали когда-нибудь письма Баламута Клаве Льюиса, ну человек живет по своим страстям, пусть живет, что к нему, представлять, какого-то там более серьезного беса. У него и так все в порядке, он, в общем-то, работает мне и пусть думает, что он хороший христианин. Ну как только человек, подобно блудного сыну, о котором сказано, что очнулся, встал и пошел, как только человек понимает, что то, что он считал за христианство, это не совсем то, и начинает уходить от этого Лавана, от этого дьявола, то он сразу, конечно же, устремляется за ним в погоню. Ему очень неприятно, когда из челюсти его вырывают добычу, христианскую душу, ведь у него лишь только одна цель, как сказано в Писании, что дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Одна цель, погубить человеческую душу. И вот он гонится, Лаван, и пришел Бог к Лавану, армянину, ночью во сне, когда он гнался за ним, то Бог его останавливает. Сказано, что армянин ночью во сне, и сказал ему, берегись, не говори Иакову, ни доброго, ни худого. Смотрите, Бог вмешивается в ситуацию, ангел Господень, через ангела, говорит, не только не делай ему плохого, но даже плохого слова не говори. Когда мы стремимся всем сердцем, всей душой, и всем нашим помышлениям к Богу, то Бог заступается за нас. Когда мы стараемся что-то сделать своими силами, мы нарушаем заповедь, заповедь блаженства, которая говорит о том, что блаженны нищие духом, ибо они Бога узрят. Потому что альтернатива блаженному духу, нищему духу, это самонадеянность, а самонадеянность как раз богатство духом, то есть своим, а не Божьим. Но Иаков поступает иначе, поэтому Бог заступается за него. И догнал, как сказано Лаван Иакова, Иаков уже поставил шатер свой на горе, и Лаван со сродниками своими поставил на горе Галаад. И сказал Лаван Иакову, что ты сделал? Видим, что они ставят шатры, теперь договариваются. Вообще, когда ставится шатер на одной стороне, на другой стороне, эти образы часто встречаются в Священном Писании, это говорит как бы о том, что они чуть ли не к битве уже подготовились, то есть стоят два стана. Но сначала сходится Лаван, приходит с родственниками, рабы с ним вместе, воины, и тогда и сказал Лаван Иакову, что ты сделал, для чего ты обманул меня и увел дочерей моих, как пленных оружием. Зачем ты убежал? Он говорит, то, чего не было. Дьявол всегда склонен переувеличивать. Зачем ты убежал тайно, укрылся от меня и не сказал мне, я бы отпустил тебя с весельем и песнями, с тимпаном и с гуслями. Ты же позволил мне, даже не позволил подсылать внуков моих и дочерей моих. То есть когда они от него убегают, он от них вспомнил, когда они вдалеке. Вот точно так же в нашей жизни повседневно происходит, когда родственники от нас где-то вдалеке, мы стараемся им звонить и им самим говорим, что не звонишь. А когда есть какой-то конфликт между родственниками, они приезжают, день, два, три побыли, особенно в Москве, там в мегаполисе наш, мы уже думаем, ну, когда они уже и уедут. То есть на расстоянии мы всегда готовы любить, а вот когда вместе, не всегда готовы долго терпеть и любить друг друга и заботиться друг о друге. Примерно это звучит в речи и Лавана, такое лукавство, что ж ты не любил, хочется сказать своих детей и не благоволил Иакову, и Рахиле, и Лии, и внукам, когда они жили рядом с тобой. Но пусть бы ты ушел, потому что ты нетерпеливо захотел быть в доме отца твоего. Зачем ты украл богов моих? Я вам говорил, что мы вернемся к этой теме. Мы видели, что было сказано, что Рахиль, когда собирала быстро вещи в попыхах, то есть они собирались, да, у них было мало времени, Яков сказал, что Господь сказал, что надо уходить, и она прихватывает с собой идолов. Зачем она берет идолов, Рахиль, казалось бы, которая любимая жена Якова, она следует везде за Яковом. Одни отцы церкви говорят о том, что она их берет, потому что привыкла к тому, что в доме Лавана было идолопоклонство, было это суеверие. Как и у нас сегодня, люди ходят в православный храм, но начинаешь разговаривать, там и гороскопы, и какие-то там люди верят, что им кто-то может повредить, и какие-то наговоры, и заговоры, и прочие вещи. Святитель Иоанн Златоуст пишет так, «Если человек сам себе не повредит, никто ему не повредит». Как вредит человек сам себе? Пропуская воскресные дни, не ходя на исповедь, не читая Священное Писание, не упражняя себе постом и молитвом. Вот вред, который человек наносит в своей душе. Ведь все, что я перечислил выше, это естественная потребность человеческой души. Но человек старается думать так, что это что-то такое прикладное. Ведь все как раз наоборот. Ведь сказано, «Ищите прежде Царствие Божие, а все остальное приложится вам». Мы больше, снова и снова повторяю, больше внимания прилагаем именно к приложению, а не к главной цели. Здесь происходит нечто подобное. И Рахиль прихватывает этих богов. Было идолопоклонство такое-то. И тогда Яков об этом ничего не знает. Она ему об этом не говорила. И она боялась, может быть, об этом сказать, что такое. Хотя Яков наверняка знал о этом суеверии, которое царило в доме Лавана. Но Яков надеялся на Бога, а не на этих идолов. И тогда Яков отвечал Лавану и сказал, «Я боялся, ибо я думал, не отнял бы ты у меня дочерей своих. У кого найдешь богов твоих, тот не будет жив». То есть мы видим, что Яков здесь достаточно решительно говорит, что в моей семье этого не может быть. «Итак, при родственниках наших узнавай, что есть твоего у меня, и возьми себе». И Яков не знал, что Рахиль украла их. И ходил Лаван, и в шатер Иакова, и в шатер Лии, и в шатер двух рабынь, но не нашел. И, выйдя из шатра Лии, вошел в шатер Рахиль. Рахиль же вжила идолов и положила их под верблюжье седло и села на них. И обыскал Лаван весь шатер, но не нашел. Она же сказала отцу своему, «Да не прогнивается господин мой, что я не могу встать пред тобой, у меня обыкновенная женская». И он искал и не нашел идолов. И Яков рассердился и вступил в спор с Лаваном, и начал говорить, и сказал Лавану, «Какая вина моя, какой грех мой, что ты преследуешь меня. Ты осмотрел у меня все вещи и не нашел из вещей ничего». Действительно, Лаван не находит ничего у праведника, не находит идолов, о которых он думал. Праведник не берет чужого. Вот что по этому поводу специально приготовил эту цитату. Пишет блаженный Авросий Медиаланский, святитель. Цитата. «Теперь поразмыслим, каким должен быть праведный муж, когда возникает вражда. Во-первых, он должен уклониться от нее, ведь лучше уйти без ссоры, чем обосноваться с конфликтом. Затем он должен обладать тем, что в состоянии унести с собой, чтобы его противник не мог удерживать его никаким обязательством, но чтобы сам он мог сказать, узнавай, что есть твоего у меня». Мы видим, что Иаков, как и его дед Авраам, он не хочет иметь ничего общего. Мы помним там, как царь Содомский-Гоморский явился перед Авраамом, но он сказал, «Даже нитки не возьму». Так и здесь праведник ничего не берет с собой. «Велик, поистине, блажен тот муж», продолжает свидетельство в России Медиоландские, «поистине тот муж, который не мог утерять ничего своему и не имел ничего чужого, то есть не имеет ничего меньшего и ничего лишнего. И так тот муж совершен, кто не имеет ни в чем нужды, и тот праведен, у кого нет ничего лишнего». То есть мы видим, что Иаков забирает только свою семью и детей. Он ведет их в Царствие Божие. Прообраз Царствия Божия — это всегда бегство от дьявола ко Христу. Ничего он не берет, потому что понимает, ничего человек не может взять из этого мира, и ничего ему не нужно, кроме Бога, своей семьи, потому что он знает, кто особенно своих, а домашних не печется, тот хуже неверного отрекся от веры. Он печется своих домашних, не омыть только материальном их благополучии, но о духовном состоянии. Он уводит их из-под влияния Лавана, этого жадного дьявола, дерзкого такого, всегда гонящегося за правильным человеком, желающего увлечь его в свою бездну греха и ада. И так мы видим, что здесь Иаков вступает с ним в спор, и в дальнейшем 31 глава заканчивается тем, что они заключают союз. Лаван постепенно исправляется как бы, потому что, ну, хотя это прообраз дьявола, но тем не менее, Лаван все-таки человек, и на него влияет Иаков своей верностью Богу, своей любовью к своей семье. Он смягчается, говорит, ну, тогда давай заключим с тобой мир. Он целует своих детей, своих внуков, прощается со своей семьей. Но Иаков очень мудрый патриарх. Он ставит границу, потому как Иаков это прообраз всегда патриарха, ведущего свой народ в царстве Христова, прообраз Христа. И здесь он ставит границу между Лаваном и Иаковом. Он ставит камень и говорит, ты не будешь заходить сюда, а я не буду приступать к твоей пределы. Зачем это делает? Что это за камень? Что это за граница? Это граница, которую каждому православному христианину необходимо положить границу ответственности на свое сердце, чтобы не впускать туда дьявольский помысл, соблазн, грех, ссоры, вражды, зависти и прочие грехи, которыми старается дьявол атаковать своими стрелами лукавства. Как пишет об этом апостол Павел, необходимо припоясать чресло наше истинное, взять щиты веры, одеть шлем спасения. Вот что это за граница. Прообраз нашего духовного состояния отвратиться от дьявола, всех козней его и прилетеляться к Богу, искать прежде Царствие Божие, а все остальное приложится нам. дьявола, хвост, 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 хвост. Царствие Божие,